Но, когда Висборд выключал вот эту мужественную хемингуэльщину и включал какие-то чувства человеческие, получались удивительные совершенно вещи, которые можно петь даже. Я думаю, что мы даже с вами сейчас попробуем. Песню я очень хотела бы, чтобы Евгений Николаевич когда-нибудь ее исполнил. У него совершенно нет слуха. О, в смысле... У него нет координации между слухом и голосом, но вот такие произведения мне кажется очень хорошо. Постоялись пилотами у ледовой проводки, С ледового смотрели на газ на щадень, Тихо плыл перед нами белый берег Чугутки. И какой-то кораблик на зеленой воде Тихо плыл перед нами белый берег Чугутки. И какой-то кораблик на зеленой воде Там стояла девчонка по-простому одета. И казалось, в тот вечер Ей было легко И рукой заслонившись От вечернего света С любопытством смотрела На наш ледокол Рукой заслонившись От вечернего света С любопытством смотрела На наш ледокол Вот и все Приключения Да и вспомнить Чего там Пароходик прошлет Волнишка прошла Вздохнул очень странно Командир вертолета Философски заметил Такие дела Но вздохнул очень странно Командир вертолета Командир вертолета Философски заметил Такие дела Для таком тут застарость Из полярки списали Тердольчик женит На юге сидит Да и тут пароходи Все ходит едва ли И на нем да девчонка Едва ли стоит А потом будут в жизни Дары и находки Много дел, много странств И много людей Отчего же мне снится Белый берег Чуготки И какой-то кораблик На зеленой воде Отчего же мне снится Белый берег Чуготки И какой-то кораблик На зеленой воде У вас очень хорошо бы это получилось, особенно если вы прищуритесь. Какой-то уже техникой владеет в этом отношении, но мне сейчас вспомнилась другая история, которая произошла с Леней Сергеевым, мы тоже с ним давно сотрудничаем. И однажды на концерте, а он был в концерте из двух отделений, в первом отделении принимал участие исполнитель, я не помню его фамилии, ему приходит записка, почему вы не поете своих песен. Исполнитель так пафосно отвечает, говорит, я не хочу петь свои плохие песни, я хочу петь чужие, хорошие. Выходит Леня, а он, как известно, песен как раз чужих не поет. И сразу же записка, почему вы не поете чужих песен. И вот кто-то, это вот только Леня может сразу же, говорит, я не хочу петь плохо чужие, хорошие, я хочу петь хорошо свои плохие. И с ним же история была связана, он действительно не поет чужих песен, исполнитель, он как-то себя в этой роли никак не чувствует. Но на одном из концертов, концерт был очень хороший, и зритель вот так как-то заставил Леню расчувствоваться, и говорит, спойте, пожалуйста, милая моя солнышко лесное, Леня никогда не пел этой песни. Вот, ну, по крайней мере, по-моему, в песнях века ему доводилось это делать, но чтобы вот так вот сольно, никогда. И он вдруг как-то вот откликнулся на эту просьбу, и, в общем, получилось следующее. Он ее никогда не делал. Он схватил сразу, глядя, ну, и стихи, хорошо. Которым он, да, в котором он играет обычно, и получилось следующее. У него еще такой баритон очень густой, у меня, наверное, так не получится. Всем нашим встречам разлуки высуждены, так низкие смотрели, так тихо и печально лучей у интерны совсем, так низкие, ниже и ниже, ниже и ниже. Это уж действительно просто не тратить. А я хорошо представляю себе, когда человеку незнакомое произведение берется играть, не в той тональности начинает, да, и там все ниже, ниже оно забирается. И как из этого выпутаться, непонятно уже. То есть это... В общем, концерт тут славный, а вот песни в последний день не удалось. Ладно, мы с вами обязательно споем Нилу Маю, ближе к финалу, и к правильной тональности. Мими Нори. Вот, а сейчас мы вспомним произведение совместное Висброй Беркурского. У них много совместных произведений, но одно вот с такой, с удивительной немножко историей. Когда-то давным-давно Юрий Иосифович Висброй дал стихи «Тихоокеанская звезда» Виктора Семеновича, чтобы он сочинил музыку. Виктор Семенович даже утверждает, что он ее когда-то сочинил, но потом долго и не пел, и забыл. И вот уже не так давно... Виктор Семенович, может быть, десять назад больше? Нет, 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 нет. Это было вот, так сказать, ну, в конце жизни, Юрий Иосифович, ему нужно было принять участие в концерте в Висбровском, традиционном, который 20-го числа обычно, 20-го июня бывает в каком-нибудь пафосном зале. И он вспомнил, что вот такое произведение было, он достал текст, отрыл откуда-то из архива, в архиве нашел текст, не смог вспомнить мелодию совершенно, чего он там сочинил 20 лет назад, и сочинил как бы новую, но абсолютно висборгскую. То есть, если взять, ее отличить практически невозможно. Мужественная песня. Вы теперь к разлукам привыкайте, к поритенству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте, отыщите борт Владивосток. Толосный берег за кормою, в море отправляется суда. Тихо там восходит надо мной, тихо океанская звезда. Тихо там восходит надо мной, тихо океанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас, и повернее, и посередине. Вы теперь, пожалуйста, любите нас, и повернее, и посередине. Вы теперь, пожалуйста, любите нас, и повернее. Вы теперь, пожалуйста, любите нас, и повернее, и посередине. Вы теперь, пожалуйста, любите нас, и повернее, и посередине. Аплодисменты. Аплодисменты. Пока.